здравствуйте дорогие мои друзья проходит перепись населения и действительно целый месяц по моему с 15 октября по 14 ноября или там какое будет проводиться то есть проводится уже проводится перепись населения и даже помнится где-то недели полторы назад я видел как сам сам как говорится господин пж вальдемар путин участвовал в переписи населения то есть начал его а он опять же в своем бункере через госуслуги переписал не знаю что он там написал там какое имущество или что там вообще что за вопросы задают в этом в приписном листе но друзья мои перепись в принципе дело хорошее то есть государство и народ когда они едины когда есть идея все должны знать сколько народу ну как бы какой национальный состав по пол возраст людей профессии какой доход получают то есть как бы понять как на территории размещены люди чтобы и транспорт организовать и здравоохранение организовать то есть на самом деле это нормальное дело да вот перепись населения ничего плохого в этом не вижу но знаете друзья мои а вот при нынешнем состоянии доверия населения государству и вообще вот к этой этой организации вот эта перепись звучит зловеще вот в нормальной стране ну нормально да ну все перепись нет вопросов хочешь переписывайся не хочешь не переписывайся уже друзья помните было была какая-то перепись когда ходили по подсобно по крестьянским хозяйством там переписывали сколько у вас там яблони сколько кур сколько грядок вот была такая подачником ходили ну к нам правда не ходили а ходили но я их не пустил тоже слушайте друзья мои я вообще какой-то гад саботажник раньше это был назывался саботаж и таких мерзавцев выводили и расстреливали без суда и следствия так что я вполне наверное заслуживаю такой если не саботажник тогда я помнится когда они приходили грядки считать я даже их на порог не пустил сказал идите вы нахрен ну вежливее сказал потому что приходили девушки неудобно было их посылать так сказать я сказал извините мне некогда так что пока они сказали может быть зайдем в другой раз его нет не надо лучше я к вам в общем-то и не участвовал с переписи и буквально вчера друзья мои сижу так сказать никого не трогаю примус починяю дома а тут звонок никого не жду думаю что же неужели мусора пришли по мою душу чтобы схватить и залить мне как говорится мой болтливый рот горящим свинцом чтобы я больше не клепал на этого то есть похолодело в груди думаю ну все пришла расплата пора платить по счетам наконец-то взор господина пж обратился на на такого маленького таракана мистяру чтобы его придавить этом гада чтобы там не курьёк а вообще ну что делать надо надо открывать то дверь вынесут ну нет про звонок был спокойно да и подошел смотрю молодой человек в такой одежки синейкой там на перепись населения прямо написано он видимо чтобы его не били потому что ходить по дворам все-таки ну тяжелая обязанность по домам сейчас люди недоверчивые знаете обманщиков жуликов полно и даже в сети там какие-то мошенники по поводу переписи населения обязательно возникают мошенники которые пытаются что-то втюхать что-то стырить то есть каждый раз вот это такое огромная правоохранительная система и каждый раз у нас я не знаю чем они занимаются самообслуживание похоже вся эта огромная машина вот этого государственного принуждения занимается самообслуживание то есть я бы назвал правоохранителей некими государственными извините за выражение анонистами потому что как бы занимаются они только самоудовлетворение своих потребностей потребности у них очень большие настоящим делом защитой населения не занимается никто ну неважно ну что же перепись населения сколько кто там а перепись населения извините я не переписываюсь вопрос вопросов больше не имеем и он пошел дальше по соседям но вот как бы в нашем кармане по моему ему никто не открыл то есть вот не только я саботажник похоже граждане не доверяют и саботируют вот этому путину то чего он там на госуслугах переписал сам себя а вот нас мы переписать не позволим хотя друзья мои конечно перепись нормальное дело но с таким государством рассказывать что-либо себе они так все время пытаются залезть к нам и в карман и в нашу жизнь и куда только не это пытаются нас в общем-то свести в могилу поэтому ну-ка друг эти как его пошли как бы вы так и хочется пролетая над кремлем сказать пролетая над кремлем посылаю вас всех всю госдуму всю администрацию президента всех чиновников это посылаю всех вас к ядре не фене и как можно быстрее и с вашей переписью да нам вашей переписи не и даром не над и за деньги не над то есть вот это вот тотальное недоверие тотальное понимание что упыри и мерзавцы затевают это что даже в принципе хорошее дело да то есть нужное государственное дело превращается вот как будто действительно знаете как во времена этой войны когда ходили переписывали а потом людей гнали на работу в германию на купированных территориях тоже знаете была перепись и сейчас мы воспринимаем похоже точно так же ага да да переписываемся сами себя переписывайте переписывайте там себя писарчуки чтоб у вас это а мы будем саботировать ну во всяком случае я дядюшка мистик саботирует перепись населения не знаю все равно как-то знаете все равно приятно вот сделал гадость путину приятно да вот прямо хоть девиз там сделай гадость путину да вот хотя бы кукиш в кармане держись сказал ну ты лысый все равно все равно по-твоему не будет все равно не перепишусь я хоть ты тресни там хоть ты там в своем бункере опердись весь не шиш тебя не перепишусь вот так вот такой саботаж друзья мои и похоже он идет по всей стране найти как бы решение не принимают громогласно а на местах все когда да и мели мели емеля твоя твои ну твои двадцать лет уже мели мель твоя неделя а этот уже двадцать лет нам мелет мелет и мелет мелет и мелет от этого хорошо не становится ну ладно друзья мои что же а вы что рассказываете переписались записались как говорится в путинские отряды чтобы он знал что у него есть еще есть еще народец на руси не всех он по это повымарил что он для этого скажет еще больше дуста завозим да больше будем сыпать этого дуста а то что то это травим травим не отравим да ладно друзья мои печально печально на самом деле но что нам остается смеяться над этими гадами которые рушат все все пока